Друзья, спасибо, что дали возможность выступить. Я вот не буду скрывать, я нахожусь в абсолютном восторге от этого учебника. Начинаю с «Мирой с чудеса». И хотел бы сказать буквально обозначить несколько задач, основных задач для не только секции анализа данных, но и для всего департамента. И первая задача, естественно, ну, как это странно не звучало, прочитать этот учебник. Но не просто прочитать, а сделать его базовым. Преподавание и доступный анализ данных. Мы все за последние несколько лет очень сильно подняли свое профессиональное образование, пройдя повышением квалификации. И теперь можем профессионально оценить ту самую последнюю главу, которая, по мнению автора, является рекламной. Но на самом деле она, конечно, не рекламная. Я назвал ее ультрасовременной. Там, где обсуждаются облачные сервисы машинного обучения. И не будучи реалистами, понятно, что от собственного понимания до преподавания есть достаточная дистанция. И я не хочу загадывать какими-то такими семимильными шагами, но хотя бы, хотя бы, там, 70-80% этого учебника освоить как маску и часть анализа данных в этом году. А уже в следующем перевести это дело до 90 до 100. Это серьезная задача. Эта книга действительно должна стать настольной. И не только у сотрудников, которые работают в анализе данных, но и у тех, кто принимает студентов и дальше, там, в эконометнике, ну, наверное, первый вопрос тоже должен познакомиться. Я не имею ведущих студентов, я имею ведущих преподавателей. Вот если бы эта книжка вышла 10 лет назад, 10-15 лет назад, а это, в общем-то, возможно было, как я понял, из доклада автора. Вот если бы она вышла 15 лет назад, то я больше бы ничего не говорил. Сказал бы, что вот я счастлив, что у нас есть одна задача, это освоить этот учебник в учебном процессе и все. Ну, вот действительно прошло это время, вот этого гипотетического, возможно, выхода было бы этой книги, так, 10-15 лет назад. И за это время нельзя не замечать, что вычислительные аспекты анализа данных всеми мильными шагами развились. Есть и эры, есть битон, есть и много еще чего. Но в силу того, что указаны мной языки, они свободны для распространения. Значит, вторая задача перед секцией анализа данных, и я бы поставил ее перед каждым сотрудником департамента нашего, это освоить, познакомиться с языками эры и битон. Причем здесь две подзадачи. Первая подзадача, естественная, о том, чтобы их использовать в НИР, в научно-исследовательской работе, в личной, в репортаменте, по будням. А вторая, значит, здесь надо транслировать на учебный процесс. Потому что объятие необъятное невозможно, этот учебник, он базируется на экселерских способах вычисления, это прекрасно, замечательно, но наша задача дать этому учебнику второе дыхание. И вообще, я считаю, что это вот в моих руках, это центр, точка роста, настоящая точка роста, вот непридуманная, вот из этой точки может получиться фантастическая вещь в анализе данных. И это действительно, которая может сделать каждому из нас и каждому из студентов достаточно профессиональным человеком в анализе данных. И третье, я бы, ну вот хочется помечтать, вот в руках у меня уже то, что хотел получить, и хочется помечтать, и я бы увидел второй курс, лет через пять, а может быть и через три года, не знаю, как получится, там, де юра де факто, наступить идеи вообще возможно, но я бы хотел видеть второй курс, один. Две дисциплины нашего департамента, одна из них анализ данных, вторая из них компьютерная практика номер два. То есть ясно, что, да, совершенно это естественное желание, ясно, что материалы на компьютерной практике номер два, которые просто и так же обслуживают анализ данных, как и сейчас компьютерная практика на первом курсе обслуживают математику. Таких материалов огромное количество, вопросов, чтобы их надо, ну, вытащить, их надо понять, их надо прожить, их надо построить. И я думаю, что у нас это возможно, и очень рад, что такая ситуация сегодня возникла. Вот я держу руках эту книгу, и мы все ее держим. Принципиально, что все. Просто я, все. Спасибо большое за подарок, и все трудно его переоценить. Спасибо.